Когда применяете преобразование омега 3, почему же сумма Кауфмана не изменится? Что мы с вами сейчас быстрее как должны сделать? Мы должны посмотреть на это пересечение и преобразовать. Сумма Кауфмана, я тоже рисовать не буду, а умножить на сумму Кауфмана плюс а в минус первой, если делать, скажем, вверху, то а это, если я правильно понимаю, вот это, согласны? Справа, потому что замечательно. Значит, теперь а в минус первой будет какое? Там будет вот так, а дальше я рисую так. А теперь замечательная мысль. Мы знаем, что сумма Кауфмана выдерживает омега 2. Да? А если сумма Кауфмана выдерживает омега 2, то эту безотарную шпор можно перейти сюда. А ее можно ищить дальше. Поэтому вот это выражение, это то же самое, что а в минус первой умножить на сумму Кауфмана, которая выглядит следующим образом. Она здесь... Хорошо. Теперь давайте посмотрим, а что происходит, если брать то же самое, только для другой картинки. То есть у нас есть вот эта вот самая верхняя прямая, дальше у нас есть вот эта штука, сейчас, это она плотно, поэтому могу не прописывать. Пересечение этих двух штук, оно фактически вот здесь. Замечательно. Я опять применяю ту же самую формулу. Смотрите, у меня зона А, это, по-прежнему, какая зона. Хорошо. Это будет А умножить на Кауфман, от чего? Сейчас это я когда-то залезаю, получается вот так, здесь у меня при этом проходит сверху, плюс, понимаете, А в минус первой, он может на, когда здесь залезаешь, на вот эту штуку и эту штуку. Между прочим, а вот это, это ровно то же самое, что это, потому что она у тебя есть вот такие веревки и такая, то какая разница, в каком она проходит, это все равно не должно. Это, смотрите, внимание, на картинке, я действительно доказал омега-3 эмбриантности суммы кауфм. Заметьте, здесь трудным было только то, что я использовал омега-2. Вот омега-2 эмбриантность, она в этом есть, что вот эта штука равна 1, а это, потому что она по смыслу, по определению, ничего, кроме того, что сделать вот этот вот разрез, ну, А или В.